Когда сегодня Лавров много раз говорил, успокойтесь, давайте мы друг друга услышим, просто услышим друг друга. Ведь когда люди слышат друг друга, можно договориться, если этого кто-то желает. Дело в том, что этого никто не желает сегодня там. Ведь сегодня эскалация того, что происходит в мире, это огромные деньги. Деньги на вооружение, деньги на пропаганду. Это огромные деньги. Сегодня несколько десятков государств увеличивают свои военные бюджеты только потому, что им сегодня Россию преподносит как агрессора, как врага номер один. И от него нужно защищаться. И они делают сегодня все возможное, чтобы увеличить оборонную мощь своей страны. Мы опять втыкаем в тело планеты, как ежика, те самые ракетки. Только если опять взять срез, это не США, это не Европа. Они живут такими же бытовыми вещами, как и мы. Ездят на машины, стоят в очереди за билетами в театр. Они также сидят по вечерам на лавочках в кафе, пьют кофе, говорят о будущем, заводят детей, берут ипотеки. Заботятся о старости своей мамы. Они не думают, как бы им собрать чемодан или собрать сумку и пойти на войну. Или на призывной пункт. Они не думают. Они не думают, где бы сегодня место на кладбище прикупить, потому что сына завтра нужно будет хоронить. Они не думают о том, чтобы приобрести палатку и батарейки, если разгромят дом. Они не думают. Они о другом думают. А вот те, кто сегодня занимается политикой и пропагандой, думают по-другому. Им этот мир не нужен. У меня все время к ним одно единственное такое сообщение. Ребята, у вас где-то на орбитальной станции дома построены. Их там нет. Ну, просто нет, потому что вы еще не научились туда летать. Это что-то в кино США всех спасает. Как что-то, они сразу посылают туда кучу своих кораблей, у них там уже что-то. Вначале хочется сказать, вы двигатель изобретите нормальный, который будет выводить на орбитальную станцию вашу. А потом уже придумываете все. Вот надо с чего-то начинать. А если у вас этого нет, ну, не надо в каждом фильме делать идиота, пьяницу и террориста, человека из России. Каждый фильм, каждый фильм. Самое плохое это из России. Самое плохое это из Чечни. Как субъекта Российской Федерации. Самое плохое отсюда. Поверьте, не мы сейчас в Сирии. И не мы Майдан устраивали. И нас нет во многих точках этого мира. И не мы в Турции сейчас на свадьбе взрывали. Не мы. И не мы во Франции давили людей. Не мы, не россияне. Другие. Так почему вы врете до сих пор всему миру, выставляя на показ одного единственного главного врага мира, Россию? Вот вопрос очень простой и ответ на него очень сложный.